Настоящая весна с зелёной травой на газонах и листвой на деревьях обычно приходит в Нижегородскую область не раньше конца апреля. Примерно в это же время в регионе активизируются клещи. Но в этом году тепло пришло к нам гораздо раньше, как и паукообразные. Нижегородский Роспотребнадзор уже зарегистрировал три случая обращения с укусами клещей в этом году. В нашем городе пока жалоб не было. Из 50 территорий Нижегородской области 15 являются эндемичными. То есть на 15 территориях Нижегородской области при укусе клеща может развиться такое серьёзное заболевание, как клещевой энцефалит. Территория нашего города не относится к той территории, на которой регистрируется заболевание клещевого энцефалита, то есть не является эндемичным территорией. В Мордовии вовсе нет эндемичных территорий. Но расслабляться не стоит. Клещи – переносчики боррелиоза. Ежегодно в Сарове фиксируются случаи этого заболевания. Из года в год число обратившихся по поводу укусов клеща растёт. Надо иметь в виду, что ведь не все люди, которые подверглись укусам клещами, обращаются за медицинской помощью. Но даже количество тех, кто обращается, возросло два раза по сравнению с 2022 годом. Если в 2022 году было около 300 случаев, то в 2023 – 611 случаев обращения по поводу укуса клещами. Равномерно растёт и количество заболевших клещевым боррелиозом. В 2022 году было 11 случаев, в 2023 – 22 случая. По прогнозам Нижегородского Роспотребнадзора, обстановка в этом году будет примерно такая же. Боррелиоз вызывает проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системой, неврологические нарушения гепатита и воспаление глаз. При укусе на теле может появиться красное пятнышко, окружённое белым и красным ободками. В первые дни болезнь может проявиться в виде головной и мышечной боли, повышением температуры. Попадая на кожу человека, клещ сначала подыскивает благоприятное место для укуса. Этот процесс может занимать полчаса. Чаще всего паразиты присасываются в области живота, подмышек, за ушами, на груди и шее. Если вы приходите с территории открытых, то есть прогулки, сами гуляли, с животными гуляли, мы рекомендуем для профилактики самый взаимоосмотр с интервалом 15-20 минут. То есть, если клещ у вас на одежду попал, он ещё может не присосаться. Если вы увидели, вы его стряхнули, и он не присосался, никакого вреда вам не нанёс. Если же прошло уже больше 30 минут, и если клещ к вам попадает на одежду, он может уже внедриться. Если вы всё-таки обнаружили на теле клеща, самостоятельно его лучше не удалять. Есть риск оставить головку, и яд продолжит выделяться. Специалисты же удалят клеща полностью и следуют его на наличие инфекции. Своевременное обращение и выявление болезни позволят быстро вылечиться с помощью антибиотиков. Вакцины от бролиоза как таковой нет. Зато можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Это актуально тем, кто посещает другие регионы, где риск заражения есть. От бролиоза поможет неспецифическая профилактика. Для того, чтобы защитить себя, нужно надеть светлую одежду. Почему светлую? Клещ тёмный, и его на светлой одежде лучше видно. Значит, капюшон на голову, косынку, дети особенно детям. Манжеты рукавов должны плотно прилегать, а края брюк желательно закрыть сверху носками, чтобы клещ не смог добраться до кожи. Увы, чтобы встретиться с ним, вовсе не обязательно ехать за город. Клещей много в парках, скверах, саровских дворах с густыми насаждениями. Перед прогулкой также можно использовать репелленты. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.